Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм-канал Amarkets с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Вам, друзья, разумеется, в помощь. Ну что ж, текущая торговая сессия. Сегодня будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора. Событие, которое переоценить сейчас практически невозможно. Событие, которое непременно приведет к всплеску волатильности на финансовых рынках. И я надеюсь, визуализирую уж точно, рассчитываю на то, что после сегодняшнего заседания американского регулятора доллар, который индекс доллара котируется на отметке 106.38, сможет развить еще более выраженную, восходящую динамику и снова начать целиться в район 108 пунктов. Это как раз тот уровень сопротивления, который нужно сломать, чтобы мы заговорили о более высоких ценовых значениях. По поводу заседания американского регулятора. Очень много, друзья, мы говорили уже о том, что ФРС сейчас видит первоочередную задачу борьбы с инфляцией. Я надеюсь, вы помните, что инфляция в США на запредельных уровнях, она составила в прошлом месяце 9,1%. И, конечно же, Федрезерву нужно сейчас проявлять большую проактивность, пытаясь именно сдержать дальнейший рост потребительских оцен. Поэтому агрессивный настрой Федрезерва, он понятен, он логичен, он ясен. Как далеко готов зайти американские регуляторы, это очень хороший вопрос, но на текущий момент консенсус. Прогноз предполагает, что ФРС повысит ставку на 75 боесных пунктов. Скажем так, 75% трейдеров считают, что именно такой шаг мы увидим в плане повышения ставки. 25% трейдеров полагают, что ставка может быть повышена еще значительнее, на 100 боесных пунктов. И я себя определяю, опять же, в категорию и в группу тех трейдеров, которые в меньшинстве сейчас рассчитывают на более агрессивный шаг по ужесточению монетарной политики. Очень много, конечно же, внимания будет приковано к пресс-конференции Джерома Пауэлла. Напомню, что ставка будет опубликована в 21.00 по московскому времени. И спустя полчаса после этого в 21.30 пресс-конференция председателя Федрезерва с анонсом, скажем так, в кавычках возьмем все-таки, с попыткой пролить свет на дальнейшие планы по коррекции ставки, по планам на дальнейшие корректировки основных параметров денежно-кредитной политики, прогнозы по инфляции, по экономическому росту. И вот к этому как раз будет приковано больше внимания, потому что вроде бы как с процентной ставкой мы, как те, кто внимательно следит за фундаментальным фоном, уже определились. И там вероятность того, что произойдет что-то прям суперинтересное, она не так уж и высока. А вот во время выступления по ответам на вопросы, там может проскочить что-то крайне интересное. И опять же, друзья, я рассчитываю на то, что даже если будет какой-то сюрприз, он точно будет предполагать более активное ужесточение монетарной политики, что должно привести к еще большему укреплению курса американского доллара. Американская экономика в рецессии, да, мы уже с вами решили, что это так. Осталось дождаться отчета ВВП, который выйдет в четверг за второй квартал, и он станет подтверждением того, что именно в таких непростых экономических условиях сейчас и находится американская экономика. И в этом свете, опять же, я также обращаю ваше внимание на то, что очень много отсылок, именно связанных с ухудшением экономических условий, может быть сделано на показателе инфляции. И для Федрезерва это еще один стимул сейчас попробовать, задействовать все имеющиеся инструменты, чтобы охладить рост инфляции. Поэтому, как я начал, собственно, комментировать ситуацию с долларом, так я хочу и закончить, что при всех сценариях, при всевозможных раскладах сегодня куда больше шансов у индекса американской валюты достичь новых локальных максимумов. Морганстен, кстати, поддерживает мою, скажем так, идею и тоже транслирует прогноз, что индекс американской валюты сегодня сможет протестировать 107 пунктов и закрепиться цена выше. Помимо индекса доллара, американской валюты, за которым мы следим, я сегодня предлагаю обратить внимание еще на доллар-иену, которая восстановилась с момента нашего последнего эфира. Сейчас котировки уже 137 иен за один американский доллар. Здесь лонговый сценарий остается в силе, потому что сегодня контраст монетарных политик, о котором я говорю на протяжении последних месяцев, станет еще более выраженным, потому что Банк Японии по-прежнему держит ставку в районе нуля, а ставка американского регулятора, ставка ФРС США, сегодня потенциально будет повышена с 1,75% до 2,5% или до 2,75%. Этот контраст будет более выраженным, поэтому будем рассчитывать на то, что рост доллара проявит себя также против японской иены. По поводу ваших вопросов относительно того, когда же будут интервенции, хочу привести вам пример, что последний раз, когда Банк Японии выходил на рынок с интервенциями, это был далекий 1998 год. Но тогда Банк Японии решил действовать после того, как курс пары доллар-иена превысил 140 иен за один американский доллар. Сейчас котировки 137 и 140 как раз являются нашей целью. Я думаю, что можно попробовать поддержать пару данной отметки. Золото 1716, понемногу мы спускаемся все ниже, но нужно пробивать поддержку 1700. Я рассчитываю на то, что это произойдет сегодня, потому что золото, на мой взгляд, не сможет совладать с ростом доходности американских трежерис, который может последовать за решением американского регулятора повысить процентную ставку. И, конечно же, пара евро-доллара, которая котируется на отметке 1.0144. Те из вас, кто полагал, что мы уже не увидим евро в районе паритетных значений, я думаю, что вчера были вынуждены взять свои слова назад, потому что мы видели в моменте, какое серьезное давление было оказано на главный валютный риск. Евро снижается, потому что европейская экономика скатывается в рецессию. Причем главный триггер этой рецессии – усиление энергетического кризиса. Два дня назад «Газпром» приняло решение остановить работу еще одной газовой турбины, причем плановое техническое обслуживание, но здесь одно условие – на неопределенный срок. И, конечно же, те, кто внимательно следит за новостным фоном, прекрасно понимают, что это уже реакция на европейские санкции. И инициатива и действия «Газпрома», они как раз предполагают то, что поставки газа могут быть возобновлены в прежнем объеме только в том случае, если будут смягчены именно санкционные условия, либо какие-то санкции будут вовсе отменены. В текущих условиях и в ближайшей перспективе я такой сценарий не рассматриваю. Поэтому решение, которое было принято «Газпромом», как вы знаете, оно уже предполагает сокращение поставок газа в Европу до 30 млн кубических метров газа в сутки. Это вдвое меньше, чем было буквально месяц назад. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн уже дала понять, что странам и стоит готовиться к полному прекращению поставок газа из России. Кроме того, для того, чтобы не допустить негативных последствий, сейчас режим тотальной экономии обозначен для стран Европейского Союза, даже для тех стран, которые в меньшей степени зависят от поставок российских углеводородов и российского голубого топлива. И вчера в рамках экстренного саммита министров энергетики стран Европейского Союза в Брюсселе было принято решение предложить в обязательном порядке для каждой страны Европейского Союза проекта по добровольному сокращению потребления голубого топлива на 15% в период с августа по марта следующего года. И это решение было принято. Собственно, этот проект поддержали. Режим затягивания поясов фактически активированный в конечном счете. В таких условиях, друзья, газ будет обновлять новые максимумы, стоимость нефти и углеводородов будет расти, рецессии, риски в Европе будут увеличиваться, доходы европейских домохозяйств будут сокращаться и инфляция расти. Конечно же, при таком раскладе покупать евро очень опрометчивое решение. Я думаю, что вы делаете проектные выводы и, соответственно, ждете повторного теста паритета. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!